В Ханты-Мансийске организовали студ-квартирник для молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Это участники федеральной программы «Здравствуй, Россия». Югра подключилась к ее реализации в прошлом году. Тогда в рамках проекта «С историей и культурой нашего обруга» познакомились 56 молодых соотечественников из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году гостями региона стали еще полсотни подростков от 14 до 19 лет из 7 стран. Турция, Аргентина, Белоруссия, Южная Осетия, Узбекистан, Абхазия и Восточной Республики Уругвай. Они приехали, чтобы лучше узнать особенности многонациональной русской культуры и попрактиковаться в русском языке. Ребята успели осмотреть достопримечательности Ханты-Мансийской и познакомились с участниками российской студ-весны на специально организованном студ-квартирнике. Он прошел в культурном штабе. На встрече побывала губернатор Югры. Наталья Комарова рассказала ребятам о возможностях, которые созданы в округе для учебы и самореализации. Восемь образовательных организаций большего звена и специальности самые-самые разные. Начиная от нефтегазодобычи и все, что сопровождает деятельность в этой отрасли экономики, и заканчивая, может быть не заканчивая, в том числе и педагогика, медицина, охрана окружающей среды. В этом году мы открыли проект еще один в Сургуте образовательный, называется «Сосбером» в партнерстве «Школа 21». Называется этот проект. Он для тех, кто увлекается IT программированием. В свою очередь молодые соотечественники поделились с главой региона впечатлениями о поездке и продемонстрировали свой творческий потенциал. Молодые люди исполняли песни и читали стихотворения на русском языке. Например, Максим Голованов из Аргентины прочитал наизусть произведение Марины Цветаевой «Солнце одно шагает по всем городам». Затем рассказал о том, как его семья оказалась за пределами России. После революции в России в 1917 году мой прадедушка выехал. И мой дедушка уже родился не в России, он родился в эмиграции в Польше. И вот после еще нескольких переездов он оказался в Аргентине. И дедушка никогда не был в России, но при этом он замечательно говорил по-русски. Мой папа, он этнический аргентинец, и вот его усыновила эта семья. И папа, являясь этническим аргентинцем, смог вырасти совершенно русским по менталитету человеком. Это программа с погружением, это программа с посещением абсолютно разных не просто объектов, а мероприятий. И что нам очень нравится, это все-таки не просто туристы посмотрели. Мы ребят делаем полноценными участниками тех мероприятий, в которых мы их интегрируем. Благодаря этому они знакомятся с югорчанами, с жителями других регионов, которые сегодня здесь находятся. И как раз таки появляются вот эти связи. Все проходит в такой атмосфере, которая стирает границы, которые, казалось бы, могут быть между гражданами разных государств. Мы говорим про единое культурное пространство, мы говорим про тот самый русский мир, который нас всех объединяет. Редактор субтитров А.Семкин